Не только обеспечить товарами первой необходимости жителей отдаленных сел, но и сдерживать цены на наиболее востребованные продукты питания. Эти задачи вполне по силам потребительским кооперативам Волгоградской области. Сейчас на их долю приходится только 1% общего объема продукции, производимой в регионе. Хотя специалисты уверены, что эта цифра может составлять 10-15%. Как добиться этой цели, сегодня обсуждали представители областных и районных властей и сами кооператоры на совещании, состоявшемся в Быковском районе. С подробностями Елена Лыкова. Вице-губернатор Александр Быкасова знакомит с работой магазинов, которые входят в районное потребительское общество. Этот торговый павильон в рабочем поселке Быково открылся недавно. Парикмахерское ателье изделия легкой промышленности, детский отдел. Мы пошли навстречу просьбам селян, объясняет председатель кооператива. Местные жители хотят покупать одежду и обувь в комфортных условиях. А это уже продовольственный магазин. Хлеб, которым здесь торгуют, что называется свой. Выпечен на хлебозаводе, входящем в потребительское общество. Надбавка минимальная, поэтому удается сдерживать цены, даже несмотря на подорожание муки. Например, стоимость социально значимых сортов хлебобулочных последние два года не поднималась. Система доставки продуктов. Система у нас хлебовозки, мы развозим поселом. То есть вы развозите поселом, поселенным путем, там где нет заводов, да? Да, в нашу району, в нашу магазину. Да, и в наш магазин, и часть у частных предпринимателей. Это, пожалуй, один из главных плюсов работы потребительского общества – обеспечивать товарами людей в самых удаленных поселках. Там, куда иной частник и не поедет. Тем более, что продукты, реализуемые кооператорами, на порядок дешевле. Взять хотя бы тоже пресловутую гречку. У нас идут вообще кропы, макароны, все идет нормально. И вообще вот выпечка наша тоже, и она вкусная, и дешевая, я считаю. Вот, берут хорошо. Потребка оператив в Быковском районе работает с 97-го года. Сегодня это многоотраслевое хозяйство занимается не только торговлей, производством хлеба, кондитерских изделий, но и закупает молоко у населения. Цена одного литра доходит до 9,5 рублей. Хорошая возможность продать излишки и пополнить свой доход для владельцев личных подворий. Если 4 года назад в подсобных хозяйствах, которые мы обеспечиваем реализацией молока, было там по одной, по две головы. Сейчас они развивают, знают о том, что реализация будет стабильная, поэтому увеличивается поголовье в этих селах. Все бы хорошо, вот только подобные потребительские общества есть сегодня далеко не везде в области. В 19 районах они работают, особенно хорошо в Николаевском, Старополтавском и Быковском. Некоторые территории пока только присматриваются к опыту соседей, а некоторые толком и не знают, с чего начать, как объединить людей в кооператив. То есть буквально соседи в районах недостаточно информированы, кто на каком уровне и какие имеют достижения, либо какие проблемы. Вот одну из основных задач, я считаю, отдела по торговле, собственно говоря, администрации области, я считаю, что наладить вот эти коммуникации между потребкооператорами, производителями и потребителями. Вот это очень существенная вещь. Она банально проста, но она существует. Кроме того, что необходимо донести до селян, переработчиков и местных чиновников информацию о преимуществах объединения в потребительские кооперативы, областные власти намерены и дальше поддерживать такие организации рублем. Например, предусмотреть в бюджете региона деньги на выплату субсидий, которые покроют транспортные расходы при доставке продуктов питания в удаленные поселки. Елена Лыкова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба» из Быковского района.